Армия обороны Израиля заявила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС, который отвечал за планирование теракта 7 октября. И что? А что они его раньше не ликвидировали? Он говорит, ну ладно, даже не буду. В Москву приехала делегация ХАМАС. Ну а куда же я еще ехать этой делегацией ХАМАС? Понятно, что в Москву встречались они там со всеми Рябковыми и прочими. И, значит, по данным ее возглавляет член политбюро ХАМАС Абу Марзук. Марзук приехал. Вот. И что можно сказать? Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе встречи замглавы Михаил Богданов, не Рябковым, Богдановым, извиняюсь, высоко оценило позицию президента Путина. Делегация движения высоко оценила позицию Путина, а также усилия активной российской дипломатии. Видите, как здорово. У Путина какие друзья смещательные. ХАМАЗ ездит в КАМАЗ. Посол Израиля Бен Цви сообщил о мобилизации тысяч россиян с двойным гражданством. То есть были мобилизованы в течение 48 часов россияне, которые проживают в Израиле, у которых двойное гражданство российское и израильское. Обратите внимание, они свалили из России, чтобы не участвовать в путинских этих спецоперациях. То есть они туда не мобилизовались, у них все в порядке с мозгами. И здесь они совершенно спокойно отмобилизовались, потому что они понимают свой долг, они понимают, где у них родина и так далее. То есть это очень симптоматично и очень красиво. И Джо Байден предупредил, что если нападение на американские базы на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, и Ираке, продолжится, Иран должен быть готов к военному ответу США. Ну что это такое? Это просто пустые слова. То есть попытка сохранить статус-кво, да? То есть оставить все так, как есть. Очень хочется Байден давать, вот, чтобы, блядь, ну ничего не шевелиться. Вот все как-то потихо, да? На самом деле это пустые попытки сохранить этот хреновый мир. Мир и в смысле пизда, и в смысле world. То есть и мир в смысле без войны, и в смысле мир как global. То есть это бессмыслиц, так как он этим не сохранит, вот такими заявлениями пустыми, тем более. То есть Соединенные Штаты давно уже могли разобраться с Ираном, причем чужими руками. Ну у них важно выборы какие-то делать, еще что-то. Китай накачивает. Ну все, пожинайте плоды. Это сто процентов. И причем это было очевидно, и тот ленивый не предупреждал, что так будет. Боевики Хамас прошли подготовку в Иране перед нападением на Израиль, пишет Уолл-стрит-джорнал. Уолл-стрит-джорнал это знает, а спецслужбы Байдена этого не знают. Очень интересно. Очень интересно. Иран объявил о крупномасштабных военных учениях Ихкадар на следующей неделе, в которой будут задействованы все вооруженные силы во всей стране, воздуст наземные военно-морские силы. Ну, то есть долбить Ирану гораздо раньше, чем он начнет эти учения. Понятно, что это не учения, это развертывание войск. И это будет развертывание войск для отражения возможной агрессии. Вы понимаете? Ну, не агрессия, а ответ на удар. Так что Иран, в общем-то, действует по своему плану. Осуждая терроризм Хамас по мирному населению, тем не менее, не поддерживая правительство Израиля. Совершенно очевидно. Мы не должны поддерживать никого. Там все неправы, понимаете? Там все неправы. Удивляют те, кто сравнит РФ с Палестиной. По мне, путинская РФ как раз сравнивана с Израилем, а Палестина по такой аналогии больше общества с Чечнёй и Украиной. Ну, тут нельзя как-то сравнивать. Да, и вот в этом отношении. Я говорю, но наша задача на сегодняшний день в это не ввязываться. Потому что вы понимаете, для чего это делается и кем это делается. Для того, чтобы евреи воевали с мусульманами, в результате Европа развалилась вся, в России было то же самое и так далее. То есть это выгодно Китаю, выгодный приобретатель Китая. Ни мусульманам, ни Израилю, никому это не выгодно. То, что происходит сейчас, выгодно только Китаю. И из этого надо исходить. И я понимаю, что сделать уже ничего нельзя. Всех загнанных цукцванкой любой ход ухудшает положение. Израиль не может не отвечать. Хамас, да, он будет отвечать. И, соответственно, будет поднимать волну гнева. И в Европе, и в России. И даже вот там Муртий, и Московский будет выступать против. Все закрутилось. Ну, я говорю, что наша задача в этой ситуации сохранять здравый смысл, холодный рассудок и понимать, что и кому это нужно. Я и обращаюсь и к тем евреям, которые нас слушают, и к тем мусульманам, которые нас слушают, и которые являются соратниками. Имейте в виду, к вам это тоже относится. Не становитесь такими, как Эрдоган. Ни в коем случае не проводите там вот эту линию. Не взрывайте. Потому что, ну, потому что это лить воду на мельницу Израиля, на него мельницу Китая. Это ни в коем случае нельзя делать ни израильтянам, ни мусульманам. Никому это делать. И сейчас самый лучший вариант был каким-то образом это остановить. Хотя это не остановится, вы понимаете. Но это был бы самый лучший вариант. Мальский звук. Тем удивительней, что хитрый доступ был Путин. Выражает беспокойство о населении Палестины. Ну, как? Я говорю, он очень, во-первых, негативно относится к евреям, потому что ему кажется, что все евреи его обманули. Хотя его обманули только Абрамович, 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 Абрамович и прочее. Но он обобщает. Кроме всего прочего, он же понимает, что нужно Китаю. А многие из тех публичных людей, кто выступает на стороне Украины, яро поддержит израильское правительство, тем самым компрометируют себя. Ну, понятно, что у них определенное представление об этом мире. они, эти же люди, и рассказывают о том, что Китай не представляет никакой угрозы. Понимаете, да? Поэтому я думаю, что мы по-разному смотрим. Мы по-разному смотрим на одни и те же вещи. Продолжение следует...